В этом году российские налогоплательщики получат уведомление нового образца. У него информация сразу по трем налогам – транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц. С чем связано это новшество? С этим вопросом мы обратились к начальнику инспекции Федеральной налоговой службы по городу Волжскому Юрию Соломину. Юрий Анатольевич, насколько это новое уведомление упростит систему оплаты налогов? Упростит. Как уведомление, чем отличается от предыдущих уведомлений, которые люди привыкли оплачивать. На каждый налог, а это именно земельный, транспортный, налог на имущество физических лиц, приходили отдельные платежные уведомления, отдельные уведомления налоговые. Теперь все это сделано воедино. То есть, если гражданин обладает и землей, и транспортным имуществом, все эти расчеты будут единым налоговым уведомлением. Произошли ли какие-то изменения в механизме оплаты налогов? В этом году впервые, причем именно на территории Волгоградской области, один из первых субъектов, где реализована возможность оплаты в электронном виде. Так называемая система электронный кошелек, интернет, через терминалы различных банков, а также система оплаты через пластиковые карты тоже различных банков. На наш взгляд, это система передовая, мы тоже движемся вперед, и наиболее удобная форма оплаты для большинства граждан. Ну, а также нельзя забывать о системе оплаты как наличными через отделение Сбербанка. Как быть, если имущество зарегистрировано в разных инспекциях, например, дачный домик в поселении, а квартира в городе? В данном случае закон о налоге на имущество физических лиц предусматривается начисление и уплата налогов производится по месту нахождения имущества. Если разобрать, допустим, конкретный случай, квартира в городе Волжском, а дачный участок, ну, допустим, в городическом районе, то налоговое уведомление по квартире придет с инспекции по городу Волжского, а по дачному участку и по земельному участку, который в городе, соответствует инспекции, где находится данный имущество. Человек получит два налоговых уведомления, они по форме идентичны, ну, просто будут две разные платежки. Что нужно делать, если вдруг придет ошибочное уведомление, например, неправильно указан адрес или имущество? Вполне возможно. Мы же работаем на сведениях, представляем регистрирующими органами. К сожалению, бывают неточности, но для этого предусмотрена, опять же, впервые реализована возможность так называемой обратной связи или уведомление налогового органа о выявленных платежщикам неточностях, ошибках, что как бы не соответствует действительности. Значит, форма это, ну, типовая, скажем так, но это не догма, не обязательно прямо придерживаться ее. Плательщик волен представить нам свои любые возражения, пояснения и корректировки, либо он не согласен с каким-то имуществом, а вдруг бывает ситуация, что мы не учли что-то, либо он нам сообщает и по почтовым отправлениям сообщает нам, либо же электронном виде, то есть любые формы сообщения, они приветствуются и рассматриваются. Мы это уведомление платежщика рассматриваем, вносим коррективы, либо добавляем объект, либо убираем. То есть обычная текущая работа, но вот в связи с данным корешком, как мы его называем, да, корешок к налоговому уведомлению, мы считаем, что это упростит и упорядочит и ускорит обмен платежщикам и, соответственно, с налоговыми органами. В какие сроки граждане должны уплатить налоги за 2011 год? Налоги на транспорт оплачиваются не позднее 5 ноября текущего года. Налог на землю и налог на имущество личных лиц не позднее 1 ноября текущего года. Ну, для простоты, можно сказать, не позднее 1 ноября текущего года. Еще раз хочу напомнить, что мы сейчас оплачиваем налоги за 2011 год. Что будет, если налог не будет уплачен в установленный срок? Если налог не уплачен в срок, не позднее, чем через 3 месяца после тонорного срока уплаты, направляется требование. В требование включают в себя, значит, сумма налога не уплачена и, соответственно, пение уже, которое предусмотрено за просроченный платеж. Дальше не уплачивает человек по различным причинам. Здесь уже формируется судебный приказ и, соответственно, совместно со службой судебных приставов налагается взыскание на имущество физического лица. То есть, опять же, различные формы. Есть запрет на выезд за границу, он накладывается, ограничения какие-то. То есть, меры, они различные, но лучше, конечно, до них не доводить. Ведь мы же граждане, я такой же гражданин, как и вы, уплачиваю какие же налоги на имущество. И, в общем-то, это наша обязанность, как граждане, уплачивать законы, установленные налоги. Юрий Анатольевич, спасибо за беседу.